Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный эзотерике и эзотерической школы Кайлас. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, я руководитель эзотерической школы Кайлас. Сегодня я отвечу на те вопросы, которые вы задаете мне в моей группе Дуйко Кайлас и РТЕ, которая находится в Facebook. Хочу сказать, что вопросы эти я буду видеть первый раз, поэтому я специально к этому не готовился и постараюсь максимально ответить на то количество вопросов, которые вы мне задали. Итак, палочки на Наталья. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо вам за возможности. Вопросы про обряд. Можно ли участвовать в обряде с телефона, можно ли его проходить не участником школы, можно ли беременным, можно ли пройти вместе с дочками, или необходимо платить за участие отдельно, и сколько приблизительно по времени будет проводиться обряд. Обряд будет проводиться примерно, наверное, часа два, может быть, два с половиной. Проводить его с дочерью, или с мужем, или с близкими можно, с подругами нельзя. Если вы с подругами вместе, то тогда каждая из подруг должна заплатить за этот обряд. О каком обряде идет речь? Скорее всего, идет речь об обряде Золотого Будды, который я буду проводить 22 мая в субботу в 14.00. Обряд из цикла, обряды Кагью и Стантры, дворец небесных драгоценностей, он делится на две части. Это устранение нищеты болезней с преподношением, неким построением алтаря, преподношением заболеваний и так далее, гневным духом, долгам, очищение кармы. И второе, это построение некой мандалы, даже не мандалы, правильно, янтры, дворца небесных сокровищ, где выстраивается два бога, это Дзамбала, который находится рядом с Авалатитишварой. И называется увеличение материального благополучия и благословения через построение с помощью мантр определенных мандал-просьб. Янтр-просьб. Вот так нужно правильно говорить. Янтры, мандалы. Итак, Татьяна Немерченко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если можно, расскажите, пожалуйста, про янтры и мандалы. О, договорился. В чем их сходство и различия, как можно их использовать, можно ли их вышить для себя на конвей, что символизирует цвета в них. Возможно, есть какой-то семинар по этому поводу, очень большое желание их вышить. Да, действительно, янтры и мандалы, они отличаются между собой. И что это обозначает? И янтры, и мандалы используются в тибетском и, в общем-то, в буддийском мистицизме, как элемент прообразов дворца. То есть, фактически это выглядит так. Считается, что если человек хочет молиться какому-нибудь намерению, допустим, Богу денег или Богу везения, или Богу, который устраняет препятствия какие-либо в жизни, то он должен для того, чтобы ему молиться, построить для него дворец. После чего побывать в этом дворце. Фактически вот этот прообраз янтры или мандалы, что, по идее, если честно, одно и то же, то в этом прообразе ставится некий вот такой дворец, который визуально, и это называется в буддизме второе сознание или второе видение. В этом втором видении человек воспринимает вот такой дворец, окрашивая разные стороны разными красками. Обычно красками, которые связаны с астрологией или связаны с элементами, которые находятся на разных сторонах света. То есть, север окрашивается в зеленый цвет, юг и запад окрашивается в красный, соответственно, в желтый и так далее. То есть, там есть свои какие-то нюансы, вот такие. Это не принципиально. Также во время визуализации человек представляет, будто он входит в дворец, где стены окрашены, естественно, вот таким цветом. После этого проходит в круглый дворец, смотрит на трон, на нем находится и дальше там Будда. В случае, если это используется, допустим, в виде ритуальной магии, уже готовой, то это называется янтрой. В случае, если это изображение, которое связано с мистицизмом, то есть, это связано с изображением, допустим, которое вы видите в храме, в монастыре и не знаете, как с этим работать, то это называется мандала. Мандала – это фактически нюэйдж, новые системы восприятия живописи, где человек условно может построить для себя некие внутренние ценности, расставив их в круг или в квадрат, окрасив их какими-либо симметричными рисунками. А также это может быть новый вот такой мозаичный, необычный подход к оформлению своего жилища и так далее. Я могу сказать вам, что нюэйдж мандалы, которые сейчас очень широко используются, которые якобы могут для человека привлечь в жизнь человека какие-либо там возможности и так далее, я считаю, они, ну, по моему мнению, не имеют такого должного, ярко выраженного магического влияния, не хочу никого обидеть. Возможно, оно есть, но я думаю, что это влияние исключительно зависит от того человека, который создает такую мандалу, исключительно от его, наверное, намерения энергетического заполнить такую мандалу. Возможно, зависит от того, насколько он молится или читает мантры, или заклинания, или что-то делает, молитвы, что-то делает с данной мандалой. Таким образом, облучает фактически такой эзотерической энергией такую мандалу и в дальнейшем она может каким-либо образом действовать. Нужно ли мандалу какую-либо или янтру размещать у себя на теле? Я считаю, что нет. Само изображение янтры или мандалы, само по себе, без дополнительной визуальной работы, ну, фактически ничего не значит и фактически работать не будет. Жанна Попова, надеюсь, ответил. Большое желание вышивать. Я хочу вам порекомендовать. Существует янтра, которая называется Шри Рам Янтра. Это янтра, которая состоит из таких треугольничков, обозначает богатство. Если хотите сделать какую-либо татуировку себе, то сделайте вот такую Шри Рам Янтру. Если ее вытатуировать у себя на груди, я, наверное, правильно говорю это слово, то тогда у человека появляется материальное благополучие, везение, успех, человек становится более добрым, у него появляется везение. Это многократное пересечение. В середине, вернее, этой янтры должно быть шестиконечная звезда, которая расходится в множество сфер, как бы создавая бесконечный процесс объединения энергии плюса и энергии минуса, создавая процесс бесконечного влечения и борьбы. Таким образом увеличивает у человека возможность гармонизировать свою судьбу по принципу и желаний, и возможностей, и сил, и реализации, ну и всего подобного. Фактически, по моему мнению, это может являться символом материального благополучия, символом такой тотальной защиты человека, символом, наверное, везения, успеха в бизнесе, в семье, общей реализации. Прочти продал, да? Поэтому такие янтры, Шри Рам Янтра, она очень часто используется в эзотерике, я о ней рассказываю на четвертой ступени, а также очень часто даю мантры, связанные с Шри Рам Янтрой. Такая Шри Рам Янтра есть у меня в моем сборнике, янтр, который я продавал, символов школы Кайлас и так далее. Ну что, продолжим. Жанна Попо, здравствуйте, Андрей Андреевич, я начинающий ученица первой ступени Жанна. Скажите, как можно быстро добиться материального благополучия и возможно ли это в короткие сроки? Вы знаете, я бы начал, наверное, не с этого. Вот смотрите, чем отличаются вообще люди, которые занимаются эзотерикой, и люди, которые не занимаются эзотерикой? Человек, который не занимается эзотерикой, это человек, который живет, в принципе, по принципу плюса. То есть он живет по принципу, если ты попал в очередь, то нужно растолкать всех руками. То есть это быть более агрессивным, более целеустремленным, более направленным. Этому учат определенные коучеры. То есть это люди, которые говорят о том, что возьми себя в руки, двигайся быстрее, добивайся всего. Это тайм-менеджмент и так далее. Это намерение, это желание куда-то двигаться, это построение цели и построение задач. То есть это фактически заставляет человека, несмотря ни на что, двигаться вперед, сражаться, добиваться и так далее. Так живет большинство. Люди, которые не знают эзотерику, они живут именно так. То есть если обычный человек, не эзотерик, и обычный человек, который ни к чему не стремится, попадает в очередь, он ждет. Если у человека, ну я условно говорю, риторически, а в случае, если человек занимается работой над собой, допустим, у него есть какие-то намерения, он ставит задачи, он стремится к этим задачам, добивается их, бесстрашно идет вперед. То он, попадая в очередь, идет нагло, распихивает вокруг себя людей, переступает через спины, заставляет их бориться. Обычно это выглядит так. Он домой приходит, не может отпустить телефон, ему нужно работать, он старается очень сильно. У этого человека будет успех, однозначно. Он его пупком поднимет, знаете, он его пупком поднимет вот такой бизнес. То есть он будет его продавливать, он как бульдозер будет идти. Мне искренне жаль таких людей, я не такой. И я не такой, я живу как эзотерик. А что значит эзотерика? А эзотерика, по моему мнению, волшебство, о котором я буду говорить, заключается в том, что те люди, которые занимаются эзотерикой, они живут по принципу инской энергии, которая притягивает. Каким образом они притягивают? Смотрите, человек идет и у него очередь. А человек, который живет по принципу инской энергии, он приходит и он в очереди не попадает. То есть если я куда-то иду, везде все открыто. В случае, если я собираюсь что-то купить, мне нравится, оно всегда есть в наличии. То есть мне из-за того, что я живу в инской энергии, мне не приходится сражаться с этим миром. Он мне дает просто так. А с чем связана инская энергия и с чем связана янская энергия? Инская энергия, она обычно связана с работой с собой, с духовным миром. Это элементы обожания семьи, элементы чувствования мира как чего-то прекрасного, веры того, что в жизни будет все хорошо. Вот эти вот компоненты создают в человеке инскую энергию. То есть тогда везет. А обычный человек, ему нужно сражаться. Он будет все время говорить, мне не везет, мне не везет. Ну и несколько слов о том, можно ли быстро стать богатым. Можно. Какие есть основные концепции того, как человеку можно стать богатым? Первое. Человеку нужно перестать бояться. Потому что очень часто любое предприятие, предпринимательство требует от человека возможности прыгать вперед с распростертыми руками и, конечно же, рисковать. Второе. Ну, конечно, здравый рассудок и знания. Вы должны знать и быть подготовлены тем, чем вам придется зарабатывать и насколько вы готовы эксплуатировать других людей. Третье, наверное, по моему мнению, это желание коммуницировать и желание иметь много друзей. Я считаю это очень важно. Я вообще хочу вам сказать, что женщины-одиночки, женщины, вот сегодня женщина одна мне в инстаграме писала, я проводил утром трансляцию и говорю, ну, меня бросили, муж умер, вернее, я осталась на съемном жилье, мне некуда деваться, что мне делать? У меня ни денег нету, ничего. Я ей пишу, послушайте, едьте к родителям своим, едьте куда-нибудь. Она мне пишет сообщение, причем не один раз, а несколько. Она пишет, нет, у меня родители, я сама из детдома. И я ей сразу же задаю вопрос. Уважаемая госпожа там какая-то, скажите, и у вас нет денег на сегодняшний день? Я вас правильно понял? Да. Вам негде жить? Да. Тогда какого вы сидите в инстаграме? Зачем вы сидите в инстаграме? Он что, вас накормит этот инстаграм? Он вам даст есть? Тогда вам необходимо искать работу. Есть ли работа? Ну, если обращать внимание на то, что нравится и то, что кормит, всегда то, что нравится, будет давать меньше денег, чем то, что кормит. Именно поэтому ей нужно устроиться нянькой, устроиться на какую-нибудь работу, там, подметать, стирать, убирать, прачкой, я не знаю, швеей или еще чем-то. И вот на эти деньги, возможно, взять даже вперед, может быть устраиваться на несколько работ, начинать работать. А для того, чтобы прожить 2-3 месяца, собрать все свои вещи и постараться их на улице продать. И это одна из особенностей. Не сидеть в интернете. Дело в том, что большинство людей, которые на сегодняшний день говорят, у меня ничего не получается, ничего не могу, ничего не выходит, это люди, которые сидят дома, они ничего не хотят. Они, конечно же, хотят, потому что есть там Джон Кеха, ставь свои там задачи и так далее. Но они не говорят, что нужно коммуницировать. Даже находясь дома, вы должны обязательно общаться не с одной подругой, которая точно такая же, как вы, а найти тысячу подруг. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Когда-то разговаривал с Аллой Борисовной Пугачевой, мне можете не поверить, и когда-то я ей задал вопрос, это было очень давно, я был в Москве, жил в Москве и проводил семинары по космогонике, такие вот были семинары. И проводя такие семинары, меня познакомили с Аллой Борисовной Пугачевой. Она на то время жила еще с Филиппом Бедросовичем Кирхоровым. И вот мне было очень интересно, как-то получилось так, что можно было с ней пообщаться. Я говорю, мне не хотелось бы надоедать, я ничего не хочу, я ваш искренний поклонник, мне нравятся ваши песни, там «Миллион алых роз» и так далее. И я, конечно, искренне обожаю вас, как знаменитую артистку, ничего плохого к вам не имею. И как ваш поклонник, хотел бы у вас спросить только один вопрос, если вы не возражаете, на него мне ответить. Она говорит, ну что ты хочешь? Я говорю, вы знаете, мне бы хотелось узнать, сколько у вас друзей. Она говорит, вы даже не представляете, я знаю всех. Моими друзьями являются все депутаты, моими друзьями являются все музыканты, моими друзьями являются все бандиты в Москве, моими друзьями являются все. Вы знаете, в чем особенность этой женщины? Она очень коммуникабельный человек и она очень активно заводит дружбу, как настоящий человек, который добился популярности. Особенность популярных людей заключается в том, что в самом начале они умудряются обзаводиться огромным количеством друзей, А человек, который пытается заниматься бизнесом и говорит, как же мне заработать много денег. Я хочу сказать, начинайте с того, чтобы у вас было огромное количество друзей. Пусть они будут у вас где угодно, общайтесь с ними, предлагайте им что-нибудь, ищите, спрашивайте, как у них получается. Но делайте так, чтобы их было много. Становитесь коммуникабельными. Коммуникация, знание, обучение тому, чем вы собираетесь заниматься, в итоге приведет вас к огромному количеству денег. Сидя дома, как премудрый пескарь, зная обо всем и все, вы никогда не заработаете денег. Потому что необходимо выходить из вот этой точки комфорта. Как у Джона Кехать почему-то сегодня о нем начал говорить. Вот он все время говорит такие слова. Я сегодня даже пытался найти вот эти слова, знаете, в инстаграме. И даже нашел, но сейчас не буду искать, потому что вопросов много. Ну где-то так у него. Самое важное это захотеть этого, самое важное это визуализировать. А вы знаете, что он не прав. Что если визуализировать что-либо и говорить, да, это у меня есть, то это является фактическим самообманом. И вот такие медитации, когда люди говорят, я богатый, у меня все есть, мир дает мне бесконечные деньги. Зачем вы себе врете? Ведь это ложь. Никакие деньги к вам не приходят, мир вам ничего не дает. А по моему мнению, любая ложь, которую внушает себе человек, приводит его к депрессии. Это я очень часто вижу. Очень часто вижу. Какие самые простые методы привлечения в жизнь денег? Самый простой метод связан с ментальной энергией. Смотрите, ментальная энергия это белая энергия, астральная энергия это красная энергия, божественная энергия черного цвета. Смотрите, ментальная энергия, ею можно что-либо как бы создать, привизуализировать. Каким образом это можно делать? Могу дать вам совет. Самый простой метод привлечь в жизнь материальное благополучие в большом количестве. Берете, ставите руку, вот таким образом вы представляете, будто сначала в руке появляется яркое белое свечение, после чего представляете, будто это яркое белое свечение, а в нем прозрачные 100-долларовые купюры в виде вот такой пачки, допустим 40-50 тысяч. При этом говорите, скоро у меня это появится, трясете и хохотите, ахахахаха. Это самый простой метод привлечения в жизнь материального благополучия. При этом слово скоро является элементом, который запускает это все. Не работают методы, когда человек визуализирует что-то, нету людей, которые разбогатели по поводу того, что они там визуализировали, говорили скоро, а говорили вернее, я богатая, красивая, я умная, мир мне дает. Нету таких людей, брехня это все. Это все полная профанация и полная редиска. То есть это все полная ерунда. Говорю вам, этот человек, который занимается эзотерикой очень давно, не работают эти методы. Я тоже в свое время это делал, но это было еще 20 лет назад. И это все нефункционально было. Конечно же, это сейчас услышит кто-то, кто полжизни этим занимается, но я хочу вам сказать. Без усилий, без труда я смог стать богатым человеком. А те люди, которые это читают, они без усилий, без труда не смогли стать богатыми людьми. Конец, в общем-то. Наверное, ответил на этот вопрос. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите, пожалуйста, о камере Райха. Мне довелось как-то побывать в ней во Львовском мединституте. Помню, делали какие-то замеры состояния, обещали типа изменений в жизни, здоровья, но не заметила особых. Ощущений, только неприятные ощущения. Будет очень интересен ваш взгляд на эту проблему действия камеры на человеке. Насколько я помню, камера Райха, это вы говорите об органической энергии, которую в свое время придумал Вильгельм Райх, оргагонная энергия, которая, он говорил, что она синего цвета, имеет как бы статический разряд. Создавал он такие камеры, создавая процессы объединения металла и диэлектрика, то есть создавал их огромного размера, куда люди входили и так далее. Я могу сказать, как закончил Вильгельм Райх. Он закончил свою карьеру тем, что он очень популяризировал такую идею, такую задачу, говоря о том, что люди выздоравливают, причем он говорил о том, что выздоравливают еще и создавая луч. Потом это нашло свои подтверждения якобы в современных вот таких идеях, связанных с пирамидальными построениями камер Райха. И даже есть целый ряд ученых, якобы ученых, психологов, особенно психотерапевтов, которые по сей день используют эти камеры. Но я могу сказать вам, в чем минус. Дело в том, что сам Вильгельм Райх закончил плохо. Его осудили и посадили в тюрьму. За что его посадили и за что осудили? Он говорил, что можно за счет этого вылечить человека и не вылечивал людей. Что в итоге приводило к тому, что люди жаловались и в итоге оказывались в плохом критическом состоянии здоровья. А посещение вот таких камер Райха у самого Вильгельма Райха были достаточно дорогие. Ну и в общем-то спустя годы я могу сказать, да, я был в камерах Райха, да, я был в этих пирамидах, которые должны помогать человеку. Если там какие-либо измененные состояния влияют на это на человека. Возможно в тех камерах, которые делал Райх, да, но в тех камерах, в которых я бывал, этого состояния не было. Я могу сказать, что я ощущал в пирамидах. Когда я спускался в глубину пирамид, вот в пирамиду, которая находилась в Гизе, в Египте, там есть открытые пирамиды, куда можно спускаться. Вот в тот момент, когда я спустился в самый низ пирамиды, что я начал ощущать? Будучи человеком очень тонкой душевной организации, которая ощущает энергию, я ощутил энергию смерти. То есть там я ощутил энергию, где жизни нет, там была смерть. А что такое смерть? Если человек там находится, то он плавно умирает, становится старым и жизнь прекращается. То есть если человек будет долго находиться в пирамиде, он очень быстро либо состарится, либо старый человек притормозит начало своей смерти. Таким образом мумификация некая такая происходит, по моему мнению. И там находится еще элементаль вот этой астральной энергии. Именно поэтому считалось, что человек, который попадает туда, может перейти в астральный путь, на ковчеге и так далее. Ну что-то в этом есть. Но я могу сказать, что те пирамиды, где мы были, после них появляются неприятности в жизни. Я просматривал каждого человека, который выходил из таких пирамид. И когда человек гулял или ходил где-либо, я видел, как у этого человека будут жизни неприятности. Кстати, пользуясь случаем, хочу вам сказать, что скорее всего на следующей неделе, в четверг, я проведу трансляцию. Она будет по закрытой ссылке, где каждый человек сможет мне задать вопрос какой-либо. Там выйду замуж, не выйду замуж. Будут дети, не будет детей. Там нужно делать бизнес, не нужно. Чем мне заниматься, чем детям заниматься и так далее. И я отвечу на каждый вопрос индивидуально. Это будет совершенно безоплатно. И вы можете подключиться к этому до четверга. Мы сделаем такую рассылку, и вы сможете поучаствовать, все, кто захочет, ученики и не ученики, в задавании таких вопросов. Это такой вот ответы на вопросы теперь будет у нас периодически появляться. Почему? Потому что вы все равно хотите задавать вопросы мне, а мне все равно хочется вам как-то помогать. И я постараюсь именно этим заниматься, заниматься ответом на частные вопросы для тех людей, которые будут переходить по ссылке. Для этого обязательно подпишитесь на мой канал, обязательно перейдите в форму подписки, обязательно зарегистрируйтесь на моем сайте duiko.guru. И мы вам сообщим, когда это будет. Дальше Ольга Манеро. А, ответил я, наверное, про камеру Райха. Ответ мой такой. Воздействие камеры на человека. Однозначно позитивное воздействие имеется, однозначно. Но сказать о том, что это может вылечить тяжелейшие заболевания, по моему мнению, нет. Я думаю, что, скорее всего, это может дать какой-то толчок в жизни, возможно, улучшение состояния, но, по моему мнению, более психоэмоционального. Юлия Булаткина. Здравствуйте. При покупке выбора дома, есть ли метод понять, что это хороший выбор? Есть метод понять. Сядьте посредине дома, посидите. Когда вы выйдете, у вас должно быть ощущение, хотите вы в него вернуться или нет. Постойте к входной двери спиной. Вы хотите заходить в дом или не хотите? Вот если не хотите, не покупайте этот дом. Если вы зашли, вышли, повернулись к выходу спиной и стоите, и вам не хочется туда возвращаться, не покупайте. Валерия, Валерия, ученица второй ступени. Очень испортились отношения в семье. Живу с родителями, особенно с мамой. Все очень плачевно, каждый день скандал, и мы буквально не можем находиться в одной комнате. Читать мантры и делать практики я не могу, так как душевное состояние ужасное. Талисман на замужество начал темнеть. Теперь я переживаю, что перестанет на меня действовать. Постоянно ком в горле, хочется плакать. Личной жизни у меня как таковой нет. Полгода, дальше переписки, дело не идет. Видимся только общих друзей. Съехать на отдельную квартиру не позволяет финансы. Помогите, пожалуйста, мне советом. Я хочу вам сказать, сейчас я попробую на вас посмотреть. Я хочу вам сказать, что в вашей жизни произойдет переход, и вы, скорее всего, уже на следующий год будете и жить отдельно, и жить с мужчиной. Поэтому вы зря переживаете. Но все-таки, что необходимо сделать с родителями и как необходимо? Вы должны понять, что до того момента, пока вы не начнете изменять свое отношение к матери, вы не сможете выйти замуж. Как это сделать? Поставьте для себя задачу каждый день делать 10 комплиментов своей маме. Второе. Начните ее трогать. За руку возьмите как бы нечаянно, к плечу прикоснитесь, даже если вас она бесит, и вы готовы ее убить. Третье. Обязательно восхищайтесь ей. Говорите, какая же ты молодец, какое у тебя там все правильно, какая ты там. И когда она будет вам говорить, ты там зло, говорите, в этом мире все зло, мама. И она будет говорить, да ты тупая. Говорит, в этом мире все тупые, у нас умных нет. И вот таким образом говорите, как бы расширяя это. И не идите на конфликт. Я вам говорю, как только, как только у вас пройдет вот этот момент, где вы ненавидите маму, откроется ворота к вашему мужу, который будет таким же вредным, как мама. Но вы не переживайте. Я вас потом научу с мужем тоже находить общий язык. Но обязательно помните мою мантру, ее еще раз скажу. Омкате викате роса грасамани соха. Читайте эту мантру дома, по утрам, с шепотом. Омкате викате, а на выдохе роса грасамани соха. Читайте это перед сном с открытыми глазами, или вечером, или когда спать ложитесь. Никто не сидит на вашей кровати, никто не видит, чем вы занимаетесь. Садитесь на кровать и читайте тихонько, 108 раз вам Катери, Катериоса грасамани соха. Таким образом, также делайте элементы прожигания. Представили себя и маму, представили будто между вами такой огненный столб, как будто это металл накалился, и обвели себя и маму огненным шаром, таким золотистого цвета. После чего делайте это на ночь, мама вас будет обожать. Вообще, хочу вам сказать, мама к вам ничего плохого не имеет. Просто ваши мечты, которые вы себе намечтали, о том, что там прекрасный принц на прекрасном коне, прекрасная жизнь и так далее, заставляют вас дискомфортно чувствовать. И это заставляет вас шевелиться. И вы должны, преодолев страх, сделать что-нибудь в своей жизни. Но вы как хорошие... А мама участвует в этом, она создает процесс дискомфорта, который возник от того, что вы намечтали это все. Ну, поздравляю. Книги по самореализации или книги там Кеха или каких-либо эзотериков пошли не напрасно. И в вашей жизни они вам помогают, создавая вот такие неблагополучные и плохие состояния отношения, которые есть между вами и вашей мамой. Я хочу вам сказать, мама ваша права. А вам нужно убрать страхи и искать возможности изменить свою судьбу. Переедьте к подруге, переедьте к знакомой, поищите там ученицу школы Кайлас, там найдите какую-нибудь, которая сама живет и даст вам возможность пожить с ней. Начните с чего-то, правда. Ребенку 11 лет, постоянно кривит лицо, говорит это ему, ему это нравится. Как можно избавить его от этого? Если ребенок кривит лицо, это говорит о перенаполнении у него его энергии. Этому ребенку необходимо две вещи. Первое, убрать глюкозу из рациона питания, и второе, он станет спокойнее, и второе, начать давать магний в виде препарата магний-кальций-цинк, допустим, или магнум-цит-300, или просто магний-B6 и так далее. И ребенок перестанет кривиться. Вот так. Поэтому можете не переживать. Натали Тарот. Я ваша ученица вашей школы, ступени СНГ, шумы и коды. За последний год жизнь моя изменилась, за что вам огромная благодарность. У меня есть вопрос, который уже долгое время не дает мне покоя. У меня есть любимый мужчина, но отношения со сложностями и проблема вопрос. Я буду с этим человеком? У нас с ним будет наша семья. Дети общие. Заранее спасибо за ответ. Мне очень нужна тут ваша помощь и ваше ясновидение. Скорее всего... А, я уже ответил, да? Sorry. Татьяна Бондаренко. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, мучает вопрос. Всегда говорили бороться со страхом магноложник и страхом. На заседании РТИ вы говорили про гадание на кубиках и рунах. Как побороть страх? Очень приобрести, чтобы лежал не хочу. Но боюсь гадалок, аж потели руки и ноги. Надеюсь, мой вопрос будет интересен другим присутствующим. Спасибо большое за помощь. Помните, я говорил на первой ступени школы Кайлас? Кайлас, любой страх, он преодолевается действием. Поэтому, если вам страшно, сделайте это. Если будете многочисленно бороться страхом действием, то страхов никогда не будет. Танцуйте. Страшно вам? Нажимайте кнопку и танцуете, и поете. Когда страшно, нужно петь и танцевать. Делать какие-либо движения. Приседать, ходить и бегать, и потеть. Тем самым вы избавитесь от страхов. Не бойтесь. Страх является кармой. Я считаю, что карма это страх. Поэтому, когда вам страшно, знайте, вы проживаете жизнь, которую вам создала судьба. И она, даже не судьба, а карма ваших родителей. И она, наверное, будет такой же, как у ваших родителей. Завод, ситро и бабушка Люба. Ну, а если хотите, чтобы был муж, хороший дом и так далее, то вам необходимо преодолевать страхи. Помните, каждый человек, который является хоть бандитом, хоть правильно зарабатывающим деньги человеком, хоть каким-либо финансово состоявшимся человеком, этот человек всегда борется со страхами. Страхи перед законом, страхи перед стороной, страхи перед людьми. Страхи кому-то показаться дураком, страхи еще какие-то все-всего боятся. И те люди, которые побеждают, и у них больше страхов, но они их преодолевают раз за разом, у этих людей шансов быть богатыми очень много. Правда. Сначала преодолеть страх, потом даются возможности, а потом инским образом, то есть получая наслаждение, удовольствие, создавая процессы радости, чувств радостных, мы можем добиваться очень многого. Но тот, кто в теме, тот поймет то, что я говорю. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, можно ли выбрасывать старые подушки? Да. Скажите, на мастер-классе из Анзибарь вы говорили о методе одеяла, нужно ли накрывать его с головой? Заранее спасибо. Да, нужно накрывать себя с головой. Пожалуйста. Анни Борисова. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, ученица. Прошла первые и вторые ступени, потом купила обновленные книга заклинаний с НГА. Метасоник 6, ойл, кольцо НАК. В настоящее время практикую обновленную шестую ступень. Ого. А, обновленную первую ступень. Нютром читаю коды для удаления негатива проклятий. Сколько времени нужно практиковать годы, чтобы удалить негатив? Ежедневно на протяжении 60 дней. Как достигнуть результата? Перестают мучить курение, как-то исправляется жизнь. Вторая часть, когда вы даете первую ступень, некоторые коды для удаления негатива, удаления врагов, страх, удаления везения. Я знаю, первые коды читаются с закрытыми глазами. Можно и первые, и вторые читать с открытыми глазами. Могу ли я нарисовать символы, которые вы даете на ступени 2000 с золотой ручкой на желтой бумаге? Да. Можно ли с ними работать? Да. Практики, которые должны представлять что-то символы, что-то другое, как долго мы должны это представлять? В течение нескольких секунд или нескольких секунд, ну, не менее двух минут хотя бы. Вообще, читайте код и старайтесь вспышками вот так вот представлять, создавая вот такую ментальную энергию. Она реализовывает или она создает потом механизм, который принесет это в вашу жизнь. Поскажите, пожалуйста, как можно остановить колдунью, которая не дает жилья, житя, бесконечно открыто вредит, то гвозди по двери уже три года не может успокоиться, делает, что попало, несмотря на то, что камеры в подъезде везде фиксируют. Вам необходимо взять духовное имя. И жить через призму духовного имени, тогда на вас это действовать не будет. Сангая 66 вам в помощь. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Одно время было модно делать фото своей ауры с помощью прибора, созданного супругами Кирлян. Скажите, это действительно реальное фото? И по нему можно увидеть цвет ауры, проблемы со здоровьем? Если по методу Кирлян, то можно. Они научно доказали, что у разных растений появляются какие-то свечения. Но тот аппарат, который якобы фиксирует вот такие свечения вокруг человека, он не связан с методом Кирлян, к сожалению. И оборудование, которое использовала семья Кирлян, если можно так сказать, оно было связано с призмами. То есть это были стеклянные призмами, в которые добавляли эмульсионные слои, там серебряные какие-то там с хилатами серебра, с какими-то там хилатами других металлов, создавало вот такие вот фотоэллиптические призмы, которые создавали свечение вокруг человека. Человек при этом находился в комнате со светом, на него направляли вот эти призмы, и через окно смотрели, какое вокруг него появляется свечение. И вот от этого свечения формировалось там понятие, что люди разные и по-разному светятся. Вообще, сами же Кирлян в свое время ответили на свой вопрос. Они сказали, свечение в основном есть светлое, и они сказали, что свечение целиком и исключительно зависит от психоэмоционального состояния человека. То есть если смотреть на человека, который нервничает, который там беспокоится, у него будет... Но если тот же человек через 20 минут успокоится и будет нянчиться с ребенком, его свечение будет другим. А если он поел, его свечение будет третьим. Таким образом можно сказать, что данное свечение является фактически прообразом чувств, которые испытывает человек в тот момент. Ну и в дальнейшем, конечно же, вот такой вот метод может быть использован для того, чтобы понять, человек врет или нет, испытывает он страдания или нет и так далее. Но опять-таки есть такие люди, которые могут универсально работать со своими чувствами, имеют некие способности для того, чтобы обманывать людей, которые их исследуют, создавая чувства и так далее. Таким образом можно сказать, что возможно те системы, которые дают человеку возможность проанализировать его ауру и сказать, что аура у вас такая и там чего-то не хватает. Ну я бы относился к этому скептически, с улыбкой. Если это попадает, ну пусть вам помогает. Знаете, во многом же есть еще такие элементы, как плацебо. В случае, если вам это помогает, ваше состояние улучшается за счет этого, то пусть это имеет место быть. Ничего в этом плохого нет. Кстати, хотел бы сказать, что плацебо является тоже научным методом и в большинстве своем используется на сегодняшний день в мире. Поэтому исключать метод помощи с помощью плацебо не стоит. Если вам это помогает по плацебо, как плацебо, то пусть это будет. Расскажите, пожалуйста, какой есть метод для того, чтобы правильно принять решение. Там я на первой ступени давал маятник, говорил, каким образом работать с этим маятником. У нас есть кубики, есть руны, дуйко. Купите себе и сделайте маятник, зарядите его правильно. Пусть он отвечает на ваши вопросы. Это же легко. Все на первой ступени, там все есть. Расскажите, правильно я понимаю, что практика, когда мы читаем слово вирус, положительно влияет и на того, кто с нами в кровати спит? Конечно. Конечно. Но делайте это с закрытыми глазами. Делайте это про себя. Слово вирус нельзя произносить вслух. Иначе будут сумасшедшие неприятности и у вас, и у этого человека. Это слово, насколько я помню, именев. Его вслух произносить нельзя. Надежда Витина. Скажите, пожалуйста, когда делаю массаж. Из мастер-класса по астралу, несмотря на какой части тела, то. Начинаю во второй чакре, ощущения не очень приятные, то ли покалывания, то мурашек, пульсация, это нормальный процесс или нет? Нормальный. И в голове, как тепло, удовольствие, все вместе тоже. Ощущения, конечно, фантастические, понимаю, это замечательно. А вот с животом непонятно. С каждым днем меня мастер-класс просто приятно шокирует. Начала чувствовать на ощупь предметы, одежды могу мысленно потрогать чужого человека, ощущаю кожу рук, волосы, одежду, аж мурашки по телу идут. Это какое-то чудо, спасибочки вам за все. Пожалуйста, я бы вам хотел посоветовать, Надежда, пройти все-таки первую ступень. Становитесь эзотериком, так как вы начали немножечко с другого. Человек должен заниматься эзотерикой моей школы и использовать мои методы исключительно после прохождения первой ступени, хотя бы бесплатной моей школы Кайлас. Инна Волошина. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица школы Кайлас, работаю в онкологическом центре СПБ. Поскажите какую-нибудь особую практику, иногда так проникаешься человеческим горем. Комок горла, какое еле сдерживаешь слезы. Спасибо за ответ. Конечно же, ритуальную защиту нужно 3-4 раза делать. Также, пообщавшись с человеком, делайте вот так. Раз, два, и после этого вот так вниз лицо, по лицу, и с рук сбросили. И вот так вот несколько раз вверх и плечами назад. Также пройдите мой мастер-класс по накоплению астральной энергии. Чем больше астральной энергии у человека, тем меньше на него влияет чужое горе. Вот где-то так. Ну что же вам сказать, все равно вам будет от этого плохо. Да, Накеле. Можно пояснить, когда мы делаем энергозащиту дома, то вы говорили, что она разрушается огнем, если... Красиво у вас, красиво пишите. А еще, если делаем кому-либо неродственникам подарки и даем деньги. Иногда бывает, что приходят друзья и хочется сделать подарок, а еще постоянно привозят домой продукты и нужно расплачиваться. Не всегда деньги получается положить куда-то. Скажите, снова нужно проводить всю процедуру заново, если делать подарок и деньги в руки. Да, да. Но есть еще один нюанс. Существует некая защита, которая называется защита радости в семье. В случае, если в вашей семье все радостны, в случае, если радость постоянно находится, то вот такая радость может очень помочь вам в жизни. И она и создает ауру вашего дома. Пробить ее злопыхатели никакие не смогут. Вы, Андрей Андреевич, хороший человек. Вам нужно быть в составе правительства, тогда жизнь людей изменится. Вот такое вот получил я сообщение, хотел бы ответить. Понимаете, вот если я, допустим, медицинский работник и понимаю, что в случае, если есть некроз тканей каких-либо, там пальцев или там в теле, некроз может привести к сепсису и в дальнейшем человек может умереть. Любой некроз, который возникает в теле, он может быть удален только путем оперативного влияния или вмешательства. Конечно же, такое оперативное вмешательство, оно удаляет часть этого тела. Вот посмотрите теперь через вот эту призму на социум. Допустим, в социуме есть что-то, что гниет. То есть это что-то, что гниет, называется там властью, допустим. И вот это что гниет, оно плохое, по вашему мнению, и его нужно вырезать. Потому что лечить это бесполезно. Почему? Потому что уже много лет лечат, и ничего не получается. И теперь, если меня поставить, то буду ли я удалять это? А для того, чтобы удалять человека или людей, или целый социум, их необходимо истреблять. То есть это физическое насилие. А я не способен к физическому насилию, я хороший человек, я люблю Бога, Бог мне помогает, я добрый человек. И я не за насилие, понимаете? Поэтому я там ничего сделать не смогу. Поэтому в случае, если туда, а кто сможет? Такие люди, точно такие же, которые занимаются насилием, должны прийти и заняться насилием только с ними. А такие люди, они имеют определенный склад ума, они Бога не боятся, они готовы убить кого-нибудь. Знаете, а то, что есть, ничем не хуже того, что может это сделать. И, конечно же, могу сказать, что мне это не подходит. И, конечно же, такие люди, как я, они никогда не станут представителями страны, президентами и так далее. Почему? Не смогут они ничего сделать, потому что для этого необходимо быть безжалостным, истребителем, уничтожителем, убивать и так далее, уничтожать. Ну, а, конечно же, я не тот человек, который хочет это делать. Я медицинский работник, я готов латать, я готов помогать, дуть, готов мазать, давать таблетки и молиться по вечерам за такого человека и за его семью, чтобы он жил счастливым. Я не способен к разрушению, мне не нравится это. Так что ж, получается, выхода у людей нет. Конечно, есть выход. И этот выход, он очень банальный. Я об этом очень часто говорю на первых ступенях. Этот выход, он банальный и очень смешной. Этот выход заключается вот в чем. Дело в том, что весь социум, он делится на людей, которые служат злу и людей, которые служат добру. И зло очень часто занимает высшую позицию, его больше. Каким образом люди служат злу? Давайте вспомним слова. Они такие очень духовные. Они звучат так. Вера, надежда и любовь. И эти слова, конечно же, они есть в любой религии. И в исламе, и в удаизме, и в индоизме, и в шахтизме, и в джаизме, и где только можно придумать. То есть везде есть вот этот элемент веры. Но здесь я хотел бы поговорить о вере некой, которая не является верой в Бога, а поговорить о вере во все хорошее. Вот смотрите, большинство людей, которые живут во всем мире, они верят во все плохое. Они самые настоящие пессимисты. Они ищут постоянную информацию, их подогревают в том, что все будет плохо, в том, что будут войны, в том, что все будет плохо, в том, что еды не будет, в том, что дети заразятся, в том, что прививки не надо, в том, что там и так далее, и так далее. И они становятся на сторону зла, то есть они живут по принципу веры в то, что будет все плохо, а этим занимается зло. Что необходимо сделать людям? Каждое утро просыпающиеся люди на стороне добра должны говорить, все, что не происходит в моей жизни, это все будет только в лучшую и в хорошую сторону. И каждое событие человек должен заканчивать словами, это принесет все только хорошие события. То есть я обычно говорю, получилось, не получилось, я говорю, да это только к хорошему приведет нас, все нормально, быть добру. И вот все время я это делаю уже на протяжении 20 лет, знаете, ни разу не пожалел. И это дает оптимизм, дает внутреннее желание, внутреннюю веру, веру во все хорошее. Люди, не теряйте эту веру во все хорошее, товарищи, будьте теми, кто будет иметь такую веру, желайте такую веру, делайте для себя. Каждое утро говорите себе, в моей жизни будет только все самое хорошее, в моей жизни будет только доброта, любовь и милосердие. В моей жизни все будет у меня получаться, в жизни моих детей все будет получаться, все будет хорошо. У всех будет хорошо, у людей, которые живут, у этих президентов все будет хорошо, у обычных людей, у больных пусть все будет хорошо. Когда количество людей, которые живут по принципу, что все будет хорошо, таких долбанутых оптимистов будет больше, чем вот этих бесконечных пессимистов, то добро победит. И тогда те люди, которые управляют страной, как бы это ни было странно, изменятся. И мы, люди, эзотерикой занимающиеся, мы, люди, которые занимаются именно вот такими науками, мы должны стремиться к этому, быть примером оптимизма, быть примером вот такой веры. Веры во все прекрасно, веры, что все равно, несмотря ни на что будет хорошо. Мы должны верить, не поддаваться сомнению, не переходить на сторону бесконечного поиска, почему плохо и насколько будет плохо. Потому что так мы становимся служителями зла и в дальнейшем приходим к тому, что сами того не понимая, думая, что все должно быть хорошо, становимся на сторону тех людей, которые и толкают вот такой поезд в пропасть. Обвинил всех нечаянно, извините, конечно, что это сделал. Майя Беридзе, здравствуйте, Андрей Андреевич, я видела вас во сне. Не надо мне во сне видеть, дело в том, что я люблю свою жену, и мне бы хотелось, чтобы во сне приходила только она. А чужие женщины пусть, в общем-то, меня не видят, пожалуйста, потому что женщины, они обычно такое могут наснить, что как будто мы брат и сестра. Ну, хоть брат и сестра. Вы мне дали, подарили браслет, и второй раз видела, вы сказали, что будете чистить меня. Спасибо за ответ. Знаете, и первый, и второй сон хороший. Пусть он будет. Знаете, давайте без снов. Какая разница, что снится. Ну и что, снится и снится. Женя Анисима. Дочь оканчивает девятый класс, собирается поступать на архитектора в другой город. Правильно ли это? Да. Огромное спасибо за все, что делаете для людей. Я люблю шить, но не понимаю, стоит ли мне дальше развивать бизнес. Да. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можете ли рассказать о человеке Улар Гесер? Это человек или звание, должность, или конкретно историческая личность. В интернете не дает ответа, только в кино. Улар Гесер – это мое духовное имя. Его мне дал в свое время патрул Далкар. И этот патрул Далкар – это был человек из Китая, который сказал, что твое духовное имя – Улар Гесер. Точно так же я вам дал ваши духовные имена, которые вы не должны говорить вслух до того момента, пока вы не станете учителем. Почему Улар и что такое Гесер? Гесер – это король, Улар – это птичек, которые есть в Тибете. Это такие, как куропаточки или такие, как перепелочки. Это маленькие такие птички. Почему такое имя у меня? Дело в том, что это дало мне со временем такую возможность, чтобы у меня появилось желание делиться информацией, которая связана с эзотерикой, волшебством, магией, с обычными людьми. Не только самому жить, вот как я живу, не только зарабатывать на этом деньги, а делать это вот так безвозмездно для людей. Обычно люди, которые пишут, Дуйко, он зарабатывает деньги и так далее. Скажите, как же я сегодня зарабатываю на вас деньги? Вы же пришли бесплатно, слушайте это бесплатно, и я вам бесплатно об этом всем рассказываю. И где же я заработал? Он зарабатывает на том, что люди смотрят его ютуб-канал. А я вас умоляю, я вас умоляю. Это настолько мизерные деньги. У меня есть бизнес, он меня кормит, и в общем-то все хорошо в этом у меня смысле. Я не ставлю на первое место эзотерику, ну и не хаю ее, и как бы не отталкиваю от себя. Получается на этом зарабатывать? Зарабатываю, нет, не сильно расстраиваюсь. В своей жизни могу сказать, что будучи человеком, который может служить кому-то, имел ошибку служить людям из высшей исполнительной власти. Много лет работал на тех людей, которые решали вопросы, становились чьими-то там руководителями, становились депутатами, министрами. Поработал я даже с президентами некоторых стран и премьер-министрами, и знаю это все вот очень четко. Зарабатывал я на этом деньги, конечно же, да. Работал и как ясновидящий, и работал как там другой человек и так далее. Но могу сказать, что мне более приятно служить обычным людям, потому что я понимаю, что влияя на тех людей, изменить что-то невозможно. Почему? Потому что сам социум, который сражается, который бесконечно пессимистичен, создает образ тех людей, которые в этом пессимизме имеют как бы высший элемент власти. То есть они не могут привести людей в такое состояние, чтобы люди радостные были, оптимистичные. Поэтому они делают хуже, взрывают кого-нибудь, поджигают, стреляют и так далее, делают теракты. Почему? Но как же эта система может работать, если вокруг одни пессимисты? Разве можно изменить пессимистов? Им нужно подыгрывать? Конечно, они должны это получать. Почему? У меня был такой человек, он со мной начал спорить и говорить, Андрей Андреевич, нет, оптимизм ни к чему не приводит и так далее. И мы были вместе тогда в бане, это было 18 лет назад. И там в бане человек один хотел мне предложить бизнес такой. И этот бизнес, это была консистенция такой определенного вида деготь кислый, который делается из молодых побегов ели. А я тогда медициной занимался и очень такой, очень едкий такой запах был вот этой консистенции. И он мне предложил эту консистенцию продавать, там заниматься и я решил там подумать и так далее. И у нас вот такой разговор в бане был, мы были три мужчины в бане, я ему говорю, послушай, возьми сейчас вот этот деготь и намажь вот так себе под носом. Он намазал и потом мы искупались, вышли на улицу, я говорю, вот смотри, дыши сейчас. Он говорит, так воняет, что я ничего не чувствую. Потом принесли картошку, он ее начал есть, говорит, зачем ты мне сказал намазать нос дегтем, теперь мне все воняет этим дегтем, я ничего не ощущаю. Я ему сказал, вот смотри, то, что у тебя под носом деготь не обозначает, что вокруг все плохо, не говорит о том, что вокруг запахи все плохие, правильно? Это только ты ощущаешь плохой запах, а вокруг запахи хорошие, просто ты из-за дегтя этого не способен ощущать прекрасные запахи, которые есть вокруг тебя. Вот смотри, картошка же вкусная, я ем, мне нравится, вот он ест, нравится, а тебе невкусная, потому что у тебя деготь под носом. Я тогда ему сказал, послушай, будь оптимистом, убери этот деготь, так люди пессимисты, они даже во дворце грязь будут находить, так человек пессимист, он себе постоянно чем-то мажет глаза, нос, уши, и находит во всем только самое плохое, у него прекрасного ничего не будет, это люди зла, они переходят в вечное вот такое бесконечное зло. Зачем оно вам надо? Живите с надеждой, живите с радостью и, конечно же, живите с элементом веры во то, что, несмотря ни на что, для вас, а как у всех не важно, а у вас будет все прекрасно, хорошо и быть добру. О! Знаете, в чем особенность такая? Если дети, если родители, если кто-то ведет себя неправильно и ведет себя по-хамски, грубо, ведет себя неряшливо и так далее, а вы вместе живете, говорите себе такие слова, говорите, ничего страшного, это у них работа такая, это их судьба, это их такая вот условность, условно жизнь, пусть эти люди такими будут, ну а нам что остается делать? А нам остается их искренне обожать. Я обычно себе говорю, как бы ни бесил человек, я всегда себе говорю, я его все равно обожаю. Почему? Потому что они близкие, они дорогие, они самые близкие. Дело в том, что, относясь с обожанием к близким, которые кричат, можно надеяться на них и надеяться в то, что когда тебе будет плохо, они смогут за тобой ухаживать. Дело в том, что в моей жизни была такая ситуация, я пролежал несколько месяцев в гипсе и, к сожалению, те люди, на которых я рассчитывал, они не смогли за мной ухаживать и не смогли мне помогать. И это были друзья, которых я всегда ставил на первое место, это были знакомые, которых я ставил на первое место, которым я делал больше, уделял больше внимания, чем тем людям, которым нужно было уделять. А те, кому я не уделял, они пришли и ухаживали за мной. Это были люди, которые меня раздражали, которые вели себя плохо, которые были вредны и так далее. Они могли от меня отвернуться. Именно поэтому я всегда говорю, относитесь тепло к тем людям, которые рядом с вами находятся, они ваша безопасность. Плохие они, хорошие, но надейтесь на них, это важно. Если человек кричит, вас оскорбляет, что страшного, у каждого человека есть, у каждого человека бывает, и на старуху бывает проруха, говорят. Поэтому если человек нервничает, бесится и так далее, говорите, ничего страшного, я тебя все равно люблю, ничего страшного, я тебя все равно обожаю. У нас такое с женой бывает. Я как мужчина, у меня тестостерон, и я там чем-то мне, чем-то не понравилось в бизнесе, или кто-то не так сделал, меня, конечно же, это может вывести из себя. Я там фыркаю, не могу переключиться какие-то секунды, и в этот момент могу резко ответить жене, или резко ответить там Свете, или там детям, и так далее. И моя жена, я потом говорю, ой, извините, она говорит, ничего страшного, я все понимаю, я тебя бесконечно обожаю, все в порядке. Это хорошо, потому что и я точно так же себя веду. Это большое спасибо, что вот такая коммуникация между нами есть, и что мы находим силы, несмотря ни на что, находить возможности не бороться друг с другом, а находить возможности, чтобы в дальнейшем тепло обняться, поцеловаться и прижавшись друг к другу хоботками спать по ночам, как две хоботками. Как примирить дочь с отцом? Делайте метод в эзотерической школе Кайлас, там я могу поделиться. Представляете, каждый день будто дочь и отец обнимаются, а вы между ними запускаете кровь. Первая ступень школы Кайлас. Правильно используйте метод, пройдя первую бесплатную школу Кайлас, все об этом говорю. Спасибо вам огромное, что вы делаете для людей. Скажите, пожалуйста, можно ли сжечь на свече поход к врачу на прививку от ковида мне и моему сыну? Если не получается и придется ее делать, подскажите, пожалуйста, все ли будет хорошо у нас, не опасна ли она? Жутко не хочу ее делать, но тут в Англии присылают смс с текстом зарегистрироваться на прививку, пишут письма и шлют на электронную почту. Спустя годы, а их прошло уже два, стало понятным, что прививка ковид является панацеей экономического роста страны. Те страны, где сделали уже прививку ковид, такой страной является Китай, такой страной является Америка. 98% американцев сделали прививку от ковид. И, конечно же, на сегодняшний день те люди, которые сделали прививку от ковид, они являются полноценными членами общества, никто уже не умирает, все могут работать, у всех есть там нормальное существование жизни, никто не ходит в маски, все заходят в магазин, и страна не боится, что кто-то дальше будет так массово умирать. То есть они победили, и их экономика начнет расти. Те люди, которые не хотят делать, и те страны, которые не делают прививки тем людям, которые у них живут, фактически ввергают или продолжают свою экономику ввергать в дальнейшем процесс экономического падения, товарищи. Именно поэтому нужно, наоборот, пойти и сделать прививку. Я могу вам сказать, прививки это безопасно. Не верьте никому, делайте прививки, все совершенно безопасно, все полная чепуха. Там они говорят о том, что они там влияют плохо и так далее, все нормально. Идете к терапевту, берете лист обходной и спрашиваете, можно ли мне, ничем я и не болею, справится ли мой иммунитет. И после этого идете, делаете прививку, ничего не боитесь, с вами будет все хорошо. Поднимайте свои страны. У нас в нашей стране даже гипотетически неизвестно, когда прививки буду делать. Почему? Страна бесконечно тонет в пропасти. Но скоро будет лучше и скоро будет хорошо. Я в это верю, знаете. У меня такой вопрос. Одна женщина без конца ходит ко всяким бабкам и читает на нашу семью. А вы при чем? Как можно остановить ее? А как вы знаете, что она без конца ходит бабкам и читает на вашу семью? Вы что, участвуете в этом? Какое противоядие есть против нее? Уже так достало. Противоядие, если человеку мерещится, это прийти к этому человеку и сказать ему в лицо. У меня была такая история очень смешная. Пришла как-то ко мне женщина одна с фотографией своей невестки и сказала, вот это мой сын такой толстый. Вот эта девочка, мы ее взяли. Она пришла к нам в дом, а мы жили там, они из Винницы. Мы жили все вместе в Виннице. И она начала с нами жить в Виннице и хотела всеми способами отобрать у нас недвижимость. Колдовала постоянно и так далее. А потом сын ее выгнал и она переехала за четыре дома от нашего дома. И теперь ходит все время к бабкам, все время колдует на нас, все время это делает. Я говорю, а как вы узнали? Она говорит, я узнала, потому что мне сказала одна цыганка, которая гадает на картах и Библии. Она сказала, что все, ты помрешь, и она обратно вернется к сыну и отберет твой дом. Потом прошло время и пришла ко мне молодая девушка. И эта молодая девушка говорит, Андрей Андреевич, хочу, чтобы отцепился от меня мой муж. Потому что так заколебал. Я пришла к ним по любви, родила от него ребенка. Там мама долбанутая, психически больная. Сын этот работать не хотел. Ну и я решила, выкинули прямо меня с вещами. Я, мать-одиночка, взяла этого ребеночка, сняла рядом дом и начала там жить. Никого не трогаю, но они постоянно то яйца мне бросают, то подливают. Андрей Андреевич, она мне так пофигу вообще, какие-то идиоты. Я говорю, ну покажите фотографии. Она показывает фотографии вот этих вот людей. Я говорю, послушай, а ты делала им что-нибудь? Ходила? Она говорит, нафиг они мне нужны? Мне некогда, я кормлю ребенка, у меня любовь. И я хочу зарабатывать деньги, мне это вдохновляет. Я молодая женщина, зачем мне это? Я обычно говорю, люди, откройте глаза, кому вы нахрен нужны, чтобы вам там ходить и что-то плохое делать? Лечите шизофрению, это лечится, правда. Есть хорошие препараты, флооксетин, галлоперидол, квитерон. Хотите, я вам могу назначить лечение? Не заморачивайтесь, серьезно вам говорю. Алла Примак. Андрей Андреевич, спасибо заранее. Не думала, что придется просить помощь у вас. Сложи ситуацию с моей мамой и родными. Не знаю, как мне решить этот вопрос. И этому всему еще болею. Как быть, не знаю. Подскажите, буду молиться за вас. Извините, если что-то не так написал. Спасибо за что делаете для людей. И где просьба, и где помощь? Не понял. Елена Зайцева, Андрей Андреевич, пусть у нее будет все хорошо, все выровняется. Пусть клубок этот разорвется, и пусть все будут счастливы. Не могли бы вы рассказать, как правильно работать с водой для привлечения денег и благополучия? Я не знаю такого. Как известно, вода имеет память, а мы, люди, все время засоряем водоемы. Потом просим здоровья, материальных благ. Что бы вы ни делали с водой, она в жизни никогда не принесет вам никакого материального благополучия. Только можете запаковывать ее и продавать в виде чистой воды. Заниматься таким бизнесом. Вот тогда вы сможете зарабатывать. А так, никакая магия через воду не делается. Вода только смывает любое. Можно смотреть на воду и терять возраст. Не возраст, а терять молодость. Можно смотреть на море и думать о долгах. И тогда долги вас отпустят. Вода забирает. А деньги, если думать о деньгах, смотреть на воду, то тогда денег не будет вообще никогда. Помните, есть такая эзотерическая практика. Это когда-то было такое, называется рог изобилия. Где деньги текут, управденное такое есть. Так вот, такой рог изобилия вообще может смыть ваши деньги на много лет. Вообще потом не заработаете никогда. Будет очень плохо в жизни. Очень прошу, расскажите, пожалуйста, Когда я рожу ребенка в браке, 13 лет. Очень хотим с мужем. Родите ребенка в течение 4 лет. Аж через 4 года. 4 года. Здравствуйте. Как эзотерика объясняет приметы? Типа, птичка в дом залетела, паук спустился с ниоткуда и так далее. Паук спустился к гостям. Птичка залетела тоже к гостям. Если птичка ударилась в окно и перед вами упала и умерла, умрет старший родственник. Доброго дня. Хотелось знать, в чем отличие магической энергии от психической энергии. Как увеличить поступление магической энергии и психической. Смотрите. Психическая энергия это то, что мы в себе накапливаем в виде радости и удовольствия. А магическая это наша психическая энергия, которой мы пользуемся в ходе... По идее, это одна и та же энергия. Психическая энергия, которую мы реализовываем во внешнее пространство с помощью заклинаний метальных астральных образов, называется реализацией магической энергии. А так это одно и то же. Психическую можно накопить, магическую только использовать. А накапливать магическую, по идее, нельзя. Прожила в гражданском браке 20 лет. От совместного проживания есть дочь. О, супер. Это мужчина ушел другой тоже. Молодец. Дочь живет со мной. После разрыва отношений он стал сочинять про меня всякое вранье. А что вы слушаете? А что вы уши развесили? Оно вам надо? А вы как прямо человек, которому нужно найти прямо вот все факторы пессимизма. И тот, кто вам говорит тоже. Зачем вам говорить? Чтобы вас что? Ножушкать против этого человека? Человек живет с другой и рассказывает о вас. Кто вам это рассказывает? Зачем оно вам нужно? Говорите, сам идиот пошел в собор парийской богов. Под раздачу гостей гадости попала и дочь. Уже два года прошло, он все никак не может успокоиться. А вы два года ходите к тетке, которая вам это рассказывает и с вас деньги берет. Люди, откройте свои... Что вам нечем заниматься? Ищите другого мужчину. Занимайтесь дочерью. Что за маразм? Складывается ощущение, что я совсем не знал этого человека. Конечно, не знали. Может ребенка уберечь от нападок отца? Не заморачивайтесь. Что вы себе напридумывали? Никаких нападок нет. Просматриваю вашу ситуацию. Вы его не доставайте. И он вас не достает. Не слушайте никого. Все это выдумки. На вас зарабатывают деньги мошенники. Не думайте ни от чего, не защищайтесь. Нету ничего такого. Портите жизнь себе в итоге и своего ребенка. Зачем вы это делаете? Мне лично непонятно вообще. Зачем непонятно? Два года прошло, тысячу раз надо забыть. Человек ходит, а вас рассказывает. Кому вы нафиг нужны? Наталья Целюк. Скажите, будут у меня внуки? У дочери 6 лет брака и детей нет. И второй вопрос. Буду ли я счастлива с мужчиной, который нравится? А задайте мне ваши вопросы на вот этом вебинаре, который я буду проводить в четверг. Я с удовольствием на него отвечу. Порабатываю первую обновленную ступень. Уже не первый раз в жизни. Встречаюсь с выбором предложения работы на две или более. Как поступать, если канал ясновидения недостаточно развит? Если вам предлагают выбрать работу, то выбирайте ту, на которой больше платят. Вот так. Если не платят больше, то не идите. Вообще, мне лично, вот сколько я живу, никто никогда никакой работы не предлагал. Как это люди могут жить так, что им кто-то предлагает работу? Так интересно. Я всегда работу искал сам. Всегда работу искал, всегда бизнес делал сам. Как это люди умудряются находить? А после этого они себя называют не эзотериками. А им по две работы, по три предлагают. Вот это да. Мне никогда такого не было. Я сам брал. Шел к генералу, говорил, дайте мне работу там. И мне давали. Ученица первой ступени. А так сам не предлагал никогда. Никто. Как так? Ученица первой ступени. У меня вопрос. У меня дочь жила с парнем, сыну ее семь лет. Какие-то... Как... Как... Кто такие самоубийцы? И как они влияют в дальнейшем на жизнь людей, с которыми жили и дети от них? На этой почву дочки был нервный срыв, голова покрылась коростами, чешется, болит. Прошло шесть лет. У меня есть дорогой человек, живет женщина и умудряется все делать. Даже с помощью крови и земли, как это можно убрать? О чем вы сейчас пишите? Что это за набор слов? А что за каша в голове? Может как-то кашу эту из себя убрать? Причем тут самоубийцы вообще? Что за короста? Что с вами? Как вы это все между собой соединили? Причем тут самоубийцы с коростой на голове у вашего ребенка. Кто вам это сказал? Короста на голове лечится моим бальзамом и затон. Купите бальзам и затон, смазывайте голову, короста исчезнет. Уберите сладкое у ребенка и давайте препараты, которые будут успокаивать. Нервный срыв же был, слушайте. И все будет хорошо. Земли, какашек, крови. Так, надо собраться. Светлана Ткаченко. За вашу турботу скажите, будь ласка, можно будет принять участие 22 травня моим сыном? Вин научится. В школе записано дуже вдячен до Оли. Чтоб познайомилась в учении такой мудрой, доброй, талантовой, толерантной людей. Ну дякую за вид. Конечно можно, зазвучай таки да. Приходите обязательно на семинар с сыном, пожалуйста, пусть участвует. Асия Смогулова. А самое главное слово, сколько раз произносите семинара по астралу? Что произносите? Поскажите, как избавиться от состояния, когда на душе скребут кошки? Что это? Совесть. Совесть скребет обычно у человека. Совесть. Нужно покаяться. Сказать. Те, кому должна, всем прощаю. Никому не должна, ничем не обязана. Если должны, отдайте. И не будет у вас никаких кошек на душе. Все в порядке. Я знаю, извините, сработал автонабор. Но как внимание привлекла. Я вас очень уважаю, слушаю шумы. Результаты есть. Но не нужно останавливаться. Остановка, возврат в прошлое. Проверено. Возможно. Это не хватает психической энергии. Ученица школы Кайлас, обновление много Сангая. Также иудейская, христианская магия интересно. Свадьбу дочери принесла два раза. Будет ли свадьба, смогут ли счастливо жить они? Любят друг друга, но складывающиеся обстоятельства не помогают им быть постоянно вместе. Если можно, получится у него жениха выйти в финансовую независимость. Получится. Девочка хорошая. И получится жениться. Получится. Будут ли жить вместе. Давайте, пусть это останется. Я если скажу нет, то это заставит вас влиять на дочь, и она не женится. А у нее, если она женится, то в дальнейшем это и повлияет на ее хорошее финансовое состояние жизни. Живой я в Италии. Была замужем за итальянца. Недавно умер. Немножко, что имел, оставил мне. Сейчас будет. Суд, сыновья хотят забрать. Помогите, пожалуйста, что мне нужно делать. На первой обновленной ступени я даю коды. Эти коды, они очень эффективны. Это коды побеждать в судах и так далее. Пройдите первую обновленную ступень. Пожалуйста, сделайте это. Вы скажете мне потом спасибо. Ученица третьей ступени. Начинаем стройку. Хотим объединить два дома, открыть салон. В одной из ступеней вы говорили, что очень хорошо под домом нарисовать или писать коды. Можете сказать, какие именно или купить. Очень важно ваше мнение. Стоит нам начать ремонт и открыть свой салон. Стоит, да, делайте. Положите под дом в фундамент серебряный крест с равными гранями. Это будет плюс. И сделайте так. Пусть добавляются деньги, пусть добавляется счастье, пусть добавляется везение, пусть добавляется здоровье. И зацементируйте его. Крест такой должен быть из меди или из серебра. Лучше всего из серебра. Чем тяжелее, тем больше богатства будет. С вашей помощью поддержала добротой и великолепной философией, обретая жизнь душой благодать. А эти дорого стоят. И ответы на вопросы приходят через вас и вебинары через людей. События просто тишину. Ура! Невероятное ощущение, уют в душе, низкий поклон. Вы прекрасный, красивый человек. И учитель, реаниматор искалеченных душ, людей. Жизнь это кайф. Та-та-ра-та-та-там. Та-та-ра-та-та-тара-рам. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Вернется ли дочь домой? Для того, чтобы ответил на этот вопрос, вам нужно прийти в четверг и задать мне этот вопрос. Договорились? Сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Вернется, придет, уйдет и так далее. Какое счастье, что и вы, ваша эзотерика, есть в нашей жизни. Огромная радость, что сегодня в мой день рождения будет проходить семинар по эзотерике, как подарок для меня. Ну что, пусть у Оксаны Щавиевой будут много денег. Пусть добавится у нее много ухажеров. Пусть будет свое имущество. Пусть будет здоровье. С днем рождения. Помогите, пожалуйста, разбрать ситуацию, спрашивает Людмила Девича. Чем больше читаю мантры, слушаю всем их, тем больше неожиданных неприятностей в моей жизни. Помните, я говорил, по вере вам воздастся, сказал Иисус Христос. Не будьте пессимистами, будьте оптимистами, тогда вот эти коды все, заклинания и все остальное будет давать вам прекрасные события. А так вы пессимистка. Пессимистка из-за пессимизма Васева слусяются с вами неприятности. Пессимизм. Вам не надо пессимизм, не будьте пессимисткой. Вам надо становиться оптимистом, тогда будет ни в чем не дело. Это никакая не карма, это ваш пессимизм. Просто я смотрю кинокомедии, а вы начинаете читать о том, как Путин захватит Украину. Почем мы? Мы в разных мирах живем. Уберите деготь из-под носа. Ирина Плотникова. Вчера закончила пятую обновленную ступень со второй попытки. Ура! Сказать, что это было фантастическое действие, ничего не сказать. О! Потрясающие знания. Возник маленький вопрос. Практики по поднятию кундалини. Кундалини. Использовать только с пятой ступени или можно из мастер-класса? Можно из мастер-класса. Простите, если вопрос некорректный. Корректный. На ступени вы говорили, что практиковать те практики, что дали на ступени. Практикую. Это космос. Даже пока не готова представить, что будет на шестой. Вот то, что у вас сейчас пять ступеней, умножьте на два, будет на шестой. Хочется делать все, что вы даете. Но понимаю, что быстро невозможно. Согласен. Мастер-класс это чудо какое-то, особенно тайное слово. Верю, что знания приходят именно те, которые необходимы. Вам нужно убрать вот это. Мне приходят там и так далее. Уберите это. Вам не надо. Верю, что приходит эта фигня. Вас научила какая-то неправильная эзотерика. Не используйте это. Верю, ко мне приходят деньги. Хрен вам ничего не придет. Никакие деньги вам не придут. Хоть верьте, хоть не верьте. Это плохие слова. Вы включаете и грегоры плохие. Вы попадаетесь в них. Потом вырваться из них невозможно. Не надо никаких верю, что придет. Не надо никаких верю, что деньги приходят и мне там дают. Нет. Говорите, скоро у меня будет это все. Вот это правильно. Вот только так действуйте. Не попадайтесь на удочки маразма. Это приводит вас в тупик потом. Вы потеряете, а не приобретете. Я говорю вам серьезно. Поверьте моему опыту. Вы же пришли ко мне. Я имею право вам посоветовать. Живу в Италии, работы нет. Ах. Но есть хобби мыловарения. О, люблю и обожаю делать композиции. Правда, хочется продаж. Но пока совсем слабо. Стоит дальше продолжать. Да. Помните, я говорил, найдите много людей, тысячу человек. Создайте группу по мыловарению. Записывайте видео. Делайте это на итальянском языке. Все делайте. Делайте мыловарение. Делайте какие-нибудь крема из местных продуктов каких-нибудь. Все будет. Добавили. Взяли там, я не знаю, взяли маселка. Добавили водичку. В перголяторе это все перемешали. Добавили аристофлекс. Добавили ароматическое масло. Или какие-нибудь воски и так далее. И получилась маселка. И продавайте его в коробочках своим подругам. Говорите, что это там для омоложения или еще что-то. Когда-то девочке посоветовал. Она очень хорошо зарабатывает деньги во Франции. Один раз в два месяца или в месяц она делает крема, маски там всякие. Потом это спускает. Распродает это за субботу-воскресенье на базаре. Каком-то французском. Потом снова в горы уезжает к мужу. А муж ее там клевал, что ты деньги не зарабатываешь. У нас очень плохо. Она всегда была оптимисткой. А можете кинуть ссылку на вебинар об углях, упоминайте. Не могу. Я живу в Казахстане, в Актобе. Слушаю вас ежедневно. На некоторые вещи в своей жизни стала смотреть иначе. Пользуюсь вашими советами. Просто хочу сказать спасибо вам, что вы есть. Люблю и уважаю. Казахстан. Актобе. Ура. Я люблю Казахстан. Скажите, если после... Почему люблю Казахстан? Многие казахи оптимисты. Вот есть что-то у этих людей такое оптимистическое. Знаете, не зря у них такие корни. Не зря они такие вот оптимистические люди. Вот что-то у них есть, несмотря ни на что. Скажите, если после постановки программы отсущается исток энергии через волосы, это нормально. Как это влияет на исполнение программ? Ваш ищущий ученик. Пройдите первую ступень школы Калас и ставьте ритуальную защиту. А вот то, что у вас ощущения такие над головой, это говорит о том, что у вас развиваются привязанные двойника, которыми я рассказываю на третьей или четвертой ступени. И это хорошо. Ваша ученица. Спасибо за поддержку. Молодеете. На глазах. Во. Постройнели с волосами метаморфозы. Во. Ваша семья для меня пример. Если прошу вашего прибежья, я сразу получаю помощь. Вопрос такой. Читаю мантры. Амитапхи, шабри, дейви. Делаю практики магии денег. Не всегда получается ежедневно. Не страшно. Сделал почти все обряды в начале года из вашего семинара. Надо долго. А. И семинара новогоднего. Понятно. Вначале было менее с бисом. Теперь наступила полная тишина. У мужа такое тянется. Ну и события нынешние нервирушие. Вопрос такой, что нужно делать в виде 333 скорости. Много читать. Много радоваться. Брать мужа гулять. За ручки ходить. Танцевать вместе. Помните, я говорил об эзотериках, которые инская энергия. Вот гуляние с женой. Гуляние с мужем. Гуляние с детьми. Обнимание. Танцы. Это все включает вот эту энергию инь. Руками вы не сможете зарабатывать. Вот если кто-то понял, используйте. Никакая не чужеродная энергия у вас. Вся ваша. Вы просто не верите в веру. То, что будет хорошо. С огромным удовольствием смотрю. Аж прямые эфиры. Они заряжают энергией. Ура. Я думаю, многим женщинам будет интересен вопрос. Есть ли эзотерийский способ предохранения от нежелательной беременности. В жизни бывают всякие ситуации. Купите коды Дуйко. Первая часть. Я там даю мантры, чтобы не забеременеть. И даю коды, чтобы не забеременеть. Также есть платные шумы, чтобы не забеременеть. Все есть. Ученица подарены ступени. Прошла программирование. Здоровье налаживается. Нравится творческое развитие. Пишу картины маслом. Мастерюсь дерево. Пока ничего не приносит доход. Ничего. Выставляйте. Все будет получаться. Просто нужно это делать долго. Сегодня обратился человек и говорит. Я занимаюсь гаданием. И начала вести блог свой. Валерия ее зовут. И начала вести свой блог. Но у меня нет людей, которые бы добавлялись. А я так хочу, чтобы добавлялись. Хочу вам дать совет. Если вы ведете свой собственный блог, то у вас начнут люди добавляться в ютубе. Есть определенная такая система сейчас. В случае, если вы хотите стать популярным, известным блогером, вам нужно выпустить не менее 250-500 видео. Вот когда у вас будет 500 видео, вас ютуб начнет продвигать. До этого момента пробиться никак невозможно. То есть это мертвая точка. Начинают блогеры с того, что у них должен пройти вот этот процесс 500 видео. Если у вас 500 видео будет, и большинство из них ваши и хорошие, и только тогда вы сможете вырваться. До момента, пока у вас будет 500 видео, вы и так просто не вырветесь. Вам надо тогда вкладывать деньги в развитие и так далее. А так, само собой, ничего не получится. Беспокоит меня мой сын, я сильно больна. Могу каждый день уйти в мир иной. А сын деликатный, чувствительный, как девочка. Есть такой тип мальчика. Ему 28 лет, живем за границей. Мне страшно его оставить одного. Не бойтесь, у него хорошая судьба будет. Что мне делать? Это не он помогает мне, а я ему. Как помочь ему эзотерически стать смелым решителем? Не нужно. У него будет очень хорошая судьба. Отца у него не было. Не бойтесь за него. И даже если у него отца не было, если он такой, как девочка, ничего страшного, он хорошо будет жить. У него хорошая судьба. Сын работает, потому что так надо. Но он не понимает значения денег. Попросту не понимает. И не нужно не переубеждать его. Он проживет жизнь богатого человека, везучего. У него будет свое имущество. Он будет очень успешным человеком. Не нужно никак помогать. Все хорошо. В вашем случае не стоит беспокоиться. Андрей Андреевич, скажите, обряд золотого Будды можно проходить с родной сестрой, если заплатила одна обе кайласовки? Можно. У внука начало болеть яичко. У него работа связана с тем, что он 14 часов на ногах. Как можно помочь ему? Пусть заваривайте ему мускатный орех. Одна чайная ложка на стакан кипятка. Пусть принимает мускатный орех по стакану два раза в день. 30-60 дней. Также прикладывает вот такую марлечку к яичку, смоченную таким мускатным орехом. Можно смазать. Пусть пьет рутин лыгко-хода. Пусть смазывает. Можно попить аскорутин аптечный. Пусть смазывает вариковозиновой мазью моей. Ильяна Спинелли. Хотела сделать тату на руке с рукой Фатимы без глаза. Вместо глаз сделать шестиконечную звезду. Не нужно на руках делать татуировки. Это все не очень хорошо. Вот серьезно вам говорю. Не делайте. Ваджру можете сделать. Спасибо учительству. Отвечайте на сообщение. Обратную связь в настоящий духовный ответ. Нисколько не желаю, что присоединилась к нашей любимой школе с уважением. Наталья Красовицкая. И вам любви и счастья. Коды и мантры, заклинания читать 108 раз нет. Можно по 7. Влияние 9 планет умножено на 12. То есть читая код на деньги, например, работает не обязательно в этот день. В течение года вы правильно поняли. Следовательно, их нужно читать всю жизнь не обязательно. Что происходит с энергией, если после практики ты не работаешь, например, не ищешь клиентов. Практики сделаны в пустую. Если запускать процесс чувственного отношения к близким, если вырабатывать в себе внутреннюю любовь к этим людям, ощущение этой любви, когда вы их видите особенно сильно, то тогда с неба упадут. Даже если вы ничего не делаете. Говорю это серьезно. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Я заметил, что прохождение марафонов, занятий эзотерикой, практикую философию. Люди, которые обижают меня и мне отвечают, их жизнь наказывает. Да, потому что я вам ставил защиту. Я думал, это совпадение. Нет, всем ученикам школы я ставлю на марафонах защиту. И вас обижать никто не будет. Будут по жопе получать в эту же секунду. Я решил заняться предоставлением услуги избавления от зависимости. Трясу, отделяю человека бутылку, сжигаю ее на свече. Но у меня получается все наоборот. Мужчина, который должен был бросить пил, запил еще сильно, плохо себя чувствует. Мама говорит, еще никогда не видела. И раньше сильно пил, теперь каждый день. Не знаю, что делать с уважением. Александр Петрик. Александр Петрик, у вас, глядя на вас, я могу сказать, что у вас не хватает энергии. Дело в том, что вы должны перевести этого человека в то, чтобы он хотел жить нормальной, счастливой, яркой жизнью. А как же он может перейти, если вы ему дарите свое ощущение жизни. Оно у вас не счастливое и не яркое. Для того, чтобы человек мог помочь другому человеку вырваться из ужаса, нужно его перенести в яркость какую-то. Вот вам нужно стремиться к этому. Не старайтесь. Эзотерика это не механика. Здесь связано все с чувствами. В одном доме читаются молитвы, мантры, как это влияет на нас. Позитивно. Молитвы читает мама каждый день 80 лет деменция. Говорить бесполезно. Я читаю мантры, эзотерика, вдруг задумалась, можно ли так. Да, можно. Все в порядке и то и другое между собой. Все во благо, все в плюсы. Все дает нам радость, счастье, везение, удача, успех. Добавляет денег, добавляет здоровья, радости, везения и всего остального. О! Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, как правильно использовать медную чашу? Заранее спасибо. Если медную чашу написать символ хрим, символ ом, символ оум, то это, естественно, добавляет. При символе хрим добавляет денег, при символе ом добавляет расслабленности. При символе шрим тоже денег, при символе хрим может добавлять ума. Ну, где-то так. Пустые чаши не нужно рядом с собой раскручивать. Это не очень хорошо сказывается на нашем здоровье психическом, как правило. Подскажите, работают с НГА в записи? Да. Ученицы четвертой обновленной? Все работает, спасибо за знание. Только в личном все сработает. Наоборот, стараюсь накапливать синергию, делаю практики. Есть мужчина, отношения сложные, о разводе, очень хочу создать семью. Стоит ли продолжать практики, бороться за отношения? Стоит продолжать, Юлия Баженова, вы молодая, красивая женщина. У вас будет очень хороший мужчина, будет ездить на дорогом автомобиле, будет вас везде катать, возить. Такой темненький будет почему-то. Будет очень вас любить. Всех вам благ, расскажите, пожалуйста, про гору Кайлас. Какая она скрывает тайны? Слышала, что к этим тайнам люди не готовы. Расскажите, пожалуйста, если на самом деле существа, феи с крылышками, которые общаются только с избранными. Да, такие существа с крылышками бывают, они обращаются с избранными, но не нужно к ним, как бы, не нужно феи, вот такие существа с крылышками, они охраняют детей. Они дают детям возможности становления, оставаться всегда в детстве, как бы, являются заботливыми вот такими ангелочками. С взрослыми они не работают, взрослые их видеть не должны, дети их могут видеть. В случае, если взрослые видят, могут быть агрессивными. Ну, хорошо, по поводу горы Кайлас. Есть ли под горой Кайлас что-либо, что-то, что может шокировать людей, живущих на планете Земля? Скорее всего, да, больше, чем нет. Скорее всего, да, больше, чем нет. Есть ли там существа, которые проживают? Скорее всего, нет. Но есть ли там что-то, что может изменить цивилизацию людей? Скорее всего, да. Ваша ученица была семья, но поддержки в бытовых вопросах воспитания сына не было. Как говорится, и за маму, и за папу. Вопрос чисто женский. Будет у меня мужчина для комфорта? А задайте, Галина Кожушко, мне этот вопрос в четверг. Я с удовольствием на него отвечу. Как правильно публиковать, проводить бесплатное обучение в социальных сетях психология? Посвящать или еще как-то? Помню, что вы говорили, что бесплатно помогать нельзя. Наверняка, возможно, это как-то сделать. Как, например, бесплатная ступень, когда вы даете коды, проводите вебинары. Еще вопрос, насколько корректно помогать клиентам, помимо психологических методов, эзотерически без их ведома. Ни в коем случае этого не делайте, вас за это накажут. Любая помощь – это отдача своего везения и забирание невезения человека. Это просто обмен. Не делайте этого ни в коем случае. Иначе действия не будет никакого. Хотите бесплатно кого-либо обучать, посвящайте бесплатное чему-либо. Дальнейшему вашему бизнесу, дальнейшему благополучию, вашему сыну, дочери или еще чему-нибудь. Ну что, у нас прошел наш вебинар. Еще раз хочу вас всех пригласить на мой обряд, который я буду проводить 22 мая в субботу в 14.00. Вы можете прямо сегодня начать принять участие. Данный обряд называется «Обряд из цикла. Обряды Кагью и Стантры. Дворец небесных драгоценностей». Данный обряд поможет встать на ноги людям, выровнять судьбу, окончательно справиться с бедностью и денежным невезением в жизни. Данный обряд состоит из двух частей устранения нищеты, увеличения материального благополучия и благословения. Данный обряд будет мной проводиться, после обряда запись будет удалена. В записи данный обряд работать не будет, его необходимо проходить онлайн. Во время прохождения данного обряда я могу вам прочитать, что будет там. Вот так это будет выглядеть. Я буду произносить, вы будете просто сидеть. Я буду произносить на мой, испытывать блаженство, умиление. Потом хум-хри представлять, людей в мандали. Мандали, которые я буду для вас строить специального вида, как бы дворца. И там трон. Потом буду хум-хум-ваджа-ракша. Представляю, что все люди на земле вас прощают за все, появляется ваш. Потом представляю всех, кому мы сделали больно, и там как бы мы им отплачиваем. Привлекаю духов этих. Представляю пространство Сох-Кри. Представляю кладбище огненное. Потом круг из метеоритного железа. Читаю мантру. Посреди в грязной рюдре находится Килая. Совокупная активность просветленных. Великий покоритель демонов. Дигюк-Чекчен. Он туманно-белый, он разгневанно делаю ваджарное видение. Как бы самые злые неприятности расплачиваю за них. Потом раздаются звуки хум-центр гневно-темно-синяя синька-мука, которая связана с вашими заболеваниями ног, половых органов, кишечника, нижней части и так далее. Делаю ей преподношение, чтобы вас простила. Потом Чимчох, Вишутка, Эмантака, Грива, Ваджакумара, Чигимо и так далее. То есть этих девять фигур танца, которые мечтают в своей жизни разрушить вас, сделать вас психически больными, худыми, толстыми, больными, ненужными, забытыми, униженными, оскорбленными, невезучими, бедными, беззубыми, слепыми, глухими и так далее. Провожу их в виде обряда. Там провожу этот обряд, читаю мантру Махум Хум Хам Три Ам Бьешита Хум и так далее. Происходит очищение мест жизни. Потом привлекаю сугатов трех ремен, героев трех ремен, килаев просветленных, великих разрушителей, пылающего вулкана. Там прошу прийти на гневное кладбище, читаю мантру Махум Аджигур Падаситий Хум Сапари Варайе. Рахим Хрим Пхем Пхем Дзабумам Кхи. Самая Тис Татьяна Кила Типу Прати Пахо. Мантру такую, ее читаю долго. Представляю появляющийся в Аджр, все делают преподношение от меня. Здесь на алтаре я это все буду. Читаю мантру Рахатам Пуштей Дуки Алоки Ганфли Навидия Джабха Бачичита Махаракша Хум Хри и так далее. Потом призываю славного гневного властителя Дики Чекчен. Говорю Хирука, хвала тебе Даков и так далее. Я Самулар Гисер, великий разрушитель демонов, посреди солнечного диска в моем сердце. Читаю мантру и после этого свет излучаю, внешний сосуд. И потом коренные мантры восьми великих божеств таковые. Читаю их. Это там Ом Ваджа Кротха Махша Хирука Хум Пат. Ом Ару Лу 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 Джом Хум Пен Пат. Ом Гух Я Шах Чехирука Гю Хэр Жняна Кротха Швари. И так далее. И так целых там восемь мантр. Их на самом деле больше. Это 32 класса духа. Я буду читать 32 класса вот этих мантр. В заключении осуществленной молитвы, восхвалений, я как бы раскаиваюсь вместо вас, объединяю вас и читаю и даю вам истинные достижения. Что вы раскаиваетесь, вам высшие силы начинают даровать достижения. Читаю маншу Архатам Пушпи Дуб Хе Алоки Гантхе. Читаю как бы мантру Киллай. И у вас появляется сердечное обязательство жить в радости, жить в счастье. Вы погружаетесь в природу ясного цвета. И вторая потом часть. Представляю дворец. В этом дворце Ваджр появляется свечение. Потом цветы из оружия, которые должно вас разрушать из ваших неприятностей. Они смываются в виде дождя. Раскрывают землю. Появляется из нее цветок лотоса. Возникает лотос. После этого читаю мантру. Представляю как из лотоса выходит Будда Шакья Муни. Его приветствую. Произвожу царство ценностей Махамани Випулы. Читаю мантру этого построения сердца. Драгоценностей. Потом благословляю поток богатства. Представляю здесь одно, второе, третье, четвертое, пятое. И там читаю очень длинную мантру. Тхарани поток богатства. Это такая мантра, которую я буду произносить специально для вас. Поддерживаю этот поток. Создаю этот поток. Увеличиваю этот поток. Я кшасов вижу, которые мешают вам этот поток. Или мешают вам быть во дворце. Делаю им преподношения. После этого делаю бодхисаттва, махасаттвые, валтитишварные элементы милосердия в вашей жизни. После этого читаю около 20-30 мантр. И говорю, пусть все вредоносные уйдут. Пусть свяжутся носы с деньгами, свяжутся языки с достижениями. Свяжется ум с величием и так далее. Пусть все там будет у всех. Прошу увеличить. Все будет то малое слово, большая, благая судьба. Прошу все увеличить. Читаю мантру. И в конце это все заканчивается, произносим многократно мантру сваха. Тем самым заканчивается вот такой вот обряд. Одним словом, обряд большой. Там я представляю что-то, работаю ментально. Вы все это время просто сидите, ничего не делаете. Можете пить чай, кофе. Единственное, что от вас нужно, находиться рядом со мной во время обряда. После обряда у человека появляется хорошая судьба, появляется везение, успех, удача. Это даже одного раза в год достаточно для того, чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону. Да, часа два будет обряд. Я могу свою дочь взять с собой на обряд, да. Ура, золотого Будды уже записал, я жду с радостью. Пожалуйста. А что будет в четверг? А в четверг мы вас пригласим, это будет обряд бесплатный. Не обряд бесплатный, а бесплатный ответ на вопросы, которые вы обычно задаете. Выйду замуж, не выйду замуж. Чем заниматься? Ничем не заниматься и так далее. Я желаю вам всем успеха. Пусть у каждого из вас появится в жизни материальное благополучие. Помните о том, что нужно верить во все хорошее. Становитесь на сторону добра. Это и называется вера во все хорошее. Искренняя вера, что все будет хорошо в жизни. Включает у человека возможность стать на белую сторону. Это и называется духовный рост и духовный подвиг. Относитесь хорошо к близким людям. Всегда помните, что они для вас не зло, они добро, даже если иногда они ведут себя как долбанутые. У каждого своя работа. Восхищайтесь ими, жизнь ваша изменится. До свидания. Еще раз спасибо за участие. Если вам понравилось данное видео, обязательно подпишитесь на данное видео вот здесь. А также обязательно подпишитесь на мой канал. Не забудьте в дальнейшем выделить это видео, опубликовать его в социальной сети. Также, конечно же, не забывайте о том, что необходимо вам брать и можете сохранить данное видео в свой плейлист в ютубе. И когда кто-нибудь будет заходить на ваш канал, будет видеть это видео, ему будет интересно и полезно услышать ответы, возможно, их интересующих вопросов. С вами был Игорь Негода.